Здравствуйте дорогие друзья! В элиту своих округов, своих лиг и сейчас из года в год мы узнаем новые имена в этом турнире. Отметим также, что и финалы всегда получаются достаточно интересными, а команды, которые становятся лучшими в этих соревнованиях, уже на следующий сезон прекрасно заявляют о себе во внутренних первенствах. Так было и в прошлом году, так было и два года назад в дебютный для этого турнира сезон. Не будем забегать вперед, безусловно, успеем мы еще поговорить о различных турнирных раскладах отчетного соревнования или же о каких-то исторических событиях. Пока же лишь констатируем факт, что главный арбитр встречи Алексей Сергеев, судья, который довольно часто обслуживает матчи и более высокого ранга. Не раз мы видели этого рефери на играх Лиги Чемпионов и Кубка ЛФЛ. Сегодня именно ему выпала честь быть главным рефери этого противостояния. Помогает ему так же, как и в прошлом поединке Сайфуддин Рамазанов. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. И давайте быстро познакомимся со стартовыми составами играющих команд. Тем более, что матч Кубка Москвы, который вы уверенно наблюдали всего час назад, сходу начался с места в карьер. Команды сразу же обозначили свои амбиции на этот трофей. И поэтому времени много у нас возможно и не окажется в начале поединка. По традиции, по своей традиции, я всегда начинаю оглашать стартовые составы играющих команд с номинальных гостей. Сегодня, согласно сетке жеребьевки, номинальные гости это футбольный клуб из Зеленограда. Цепь номер 7. Если вдруг вы не знаете, то данная аббревиатура расшифровывается как дорожно-строительное эксплуатационное предприятие. Сегодня играет в традиционных домашних цветах, синие-голубые. В следующем сочетании начинают они эту встречу. По схеме 2-4-1 играет зеленоградцы. В воротах под 90 номером Дмитрий Мачевериани. Защищает он свои владения в вратарском голубом свитере. Два центральных защитника. Дмитрий Романов 20-й и Артем Лукьянов 21-й. Чуть повыше двух центральных дефенсеров расположился Денис Гудаев номер 4-й. Линия полузащиты слева направо. Владимир Бруевич 99-й, Роман Шуленин 15-й и Максим Шестаков номер 7-й. На острие атаки Бека Циколя номер 10-й. Одна из главных ударных сил зеленоградцев. На его счету 23 забитых гола только в этом турнире. И безусловно он начинает матч в стартовом составе. И будет пытаться каким-то образом нагружать оборону своего соперника. Футбольный клуб Портер также в домашней экипировке сегодня здесь на Флотской появился. Желто-черные, наверное, все-таки цвета правильно так называть пивных. Футбольный клуб Западной Лиги, который наверняка еще ставит перед собой цель по итогам этого сезона пробиться в Западную Премьер Лигу. Самый главный этап соревнований для Портера, наверное, стоит отметить, начинается сейчас. Вчера в упорнейшем противостоянии с футбольным клубом Кегли Портер добился важнейшей и крупной победы со счетом 5-1. И благодаря этой Виктории сумел обогнать своего конкурента в турнирной таблице и пробиться в стыковые матчи. Что касается стартового состава на сегодня, то ворота под первым номером защищает Тимур Хусаинов. Но, насколько я понимаю, игровой цифири у него на вратарской экипировке нет. Поэтому, просто по традиции, что ли, вратаря первым номером именуют наставники Портера. В центре обороны Михаил Архангельский, номер 14-й. Слева Максим Ходин, 5-й. Справа Александр Ершов, 4-й. Максим Ковальчук, 7-й номер, в центре поля расположился. Слева в полузащите Владимир Парников, 18-й. И Александр Шихов, 16-й, справа. Ну и мне тут подсказывают, сразу же, да, исправлюсь я, Владимир Парников. И Илья Ульяненков, 21-й, на 3-е атаки у Портера с первых минут выступает. Ну и капитана команд, пару слов скажем. Максим Ковальчук, естественно, у Портера. Сегодня выходит с капитанской повязкой. У Цепа в роли главного на поле Дмитрий Романов. Сразу же также и отметим, что с большим ростером приехали оппоненты на сегодняшнюю встречу. И те, и другие буквально по два состава привезли. И в случае необходимости у тренерских штабов есть возможность полностью перетряхнуть стартовое сочетание. Если вдруг что-то будет не устраивать в действиях их подопечных. Но пока, безусловно, стартовые мгновения, стартовые минуты. Это время такой разведки боем. Команды немножко осторожничают. Понимая, что великаться на ошибки и пропустив в самом дебюте поединка, можно оказаться в крайне неприятной, скажем прямо, ситуации. Но при всем при этом надо отметить, что обе команды прекрасно знакомы друг с другом. Несмотря на то, что в разных округах выступают, уже ни в первый, ни во второй раз в различных еврокубковых соревнованиях друг с другом встречаются. Первый спорный эпизод. Футболисты Портера требуют остановки игры. Считают они, что было нарушение правил в предыдущем эпизоде. Но арбитр уверенно разводит руки в сторону. Предлагаю соперникам продолжить встречу. Ну и вообще говоря о том, что это младшие еврокубки, наверное, так их называть не совсем правильно. Потому что, несмотря на тот факт, что оба соперника пока не представляют свои округа в главных еврокубках, здесь какой момент опасный возникает. И пытался Роман Шуленин на носовом платке, накрутив оппонента, протолкнуть мяч мимо вышедшего из ворот Тимура Хусаинова. Но вот, несмотря на то, что не могут, например, зеленоградцы пока по текущему регламенту выступать в главных еврокубках, а Портер пока еще не дошел по турнирной иерархии западной лиги до высших мест, это все-таки и те, и другие обладают достаточно качественными исполнителями. И вот мы говорили о том, что Динамит в любом случае не затерялся бы в главных еврокубках. Здесь необходимо отметить, что и те, и другие обладают действительно классными мастерами. Вот, например, в составе Портера есть несколько игроков, которые обладают колоссальным опытом. В частности, один из игроков, кто выходит сегодня в старте, Максим Ходин, футболист, который считался и признавался, естественно, MVP чемпионата России, когда еще выступал за саратовское Динамо. Это уже о многом говорит, конечно же, здесь, наверное, не совсем верно вот такой младшей еврокубке применять название по отношению к этому турниру. Не будем забывать, что тот же Максим Ковальчук, который является капитаном Портера, он являлся первым капитаном сборной России, к тому же обладает просто колоссальным каким-то объемом различных наград еще за время, когда он выступал в футбольном клубе «Барс». Ну а что касается футбольного клуба ЦЕП номер 7, то здесь, опять же, возвращаясь к моему небольшому такому монологу несколько минутами ранее, зеленоградцы пока по регламентным обстоятельствам не имеют права выступать в главных еврокубках Москвы, поэтому и вынуждены довольствоваться лишь кубками и лигами столицы, но при всем при этом ЦЕП, во-первых, как и Портер, об этом еще чуть попозже поговорим, является обладателем кубков Москвы, ну а во-вторых, сейчас строители ведут борьбу за чемпионский титул в высшем дивизионе Зеленограда, там еще несколько туров до конца чемпионата, и строители как раз-таки сражаются с одним-единственным своим конкурентом, с футбольным клубом Андреевкой, за вот этот вот почетный титул. Ну и возвращаясь к уже вскользь упомянутому факту, сейчас в финале Лиги Москвы играют два единственных, пока, если вынести за скобки футбольный клуб «Динамит», который вот буквально часом ранее выиграл этот трофей, Портер и ЦЕП являются два первых обладателя Кубка Москвы, футбольный клуб Портер выиграл его в прошлом сезоне, а ЦЕП выиграл стартовый трофей Кубка Москвы, в прошлом сезоне выступал уже в этом соревновании в Лиге Москвы, так как сумел пробиться в него посредством как раз-таки победы в Кубке. Ну и вообще, как мы все прекрасно понимаем, команда очень мастеровитая, и не зря она сражается за чемпионство в своем родном округе. Пока у нас моментов в этом поединке не так много, по разу голкиперы уже успели вступить в игру, но не сказать, чтобы эти шансы действительно претендовали на звание голевых. Да, у ворот Хусаинова было чуть пожарче, помните эпизод, когда Роман Шуленин здорово убрал мяч под себя, но вратарь здорово все прочитал заранее и сумел сократить дистанцию и не позволить отличиться оппоненту. Сейчас Бека Циколя здесь пытался избавиться от опекавшего его Михаила Архангельского, но грамотно центральный защитник Пивных вытеснил своего оппонента во фланг и уже оттуда с угла штрафной пробивал форвард. Получилось не точно. Ну и пока не так много замен на самом деле. Десять минут позади и уже, наверное, стоит так или иначе делать перестановки в стартовых сочетаниях. Возможно, не хотят руководители команд рушить то, что пока видят на поле, потому что, опять-таки повторюсь, ни те, ни другие пока еще безоговорочно игровым перевесом не владеют. Вот здесь здорово вновь разобрался Бека Циколя, поднял себе мяч. Немножко из пляжного футбола был элемент. Тем не менее, он сработал, находясь спиной к воротам в окружении нескольких оппонентов. Сумел изловчиться и пробить, пробить плотно. Но Тимур Хусаинов, который и до этого грамотно позицию занял на ленточке, успел среагировать и удар отразил. Ну вот, если все-таки необходимо подвести итоги стартовых и мгновений встречи, позади уже больше третьего первого тайма, то, наверное, скажем, что Портер начал пактивнее, без каких-то голевых моментов, но мячом владел побольше. Но вот постепенно Цеп, приспособившись, возможно, к не совсем знакомой для себя флотской улице, сумел инициативу перехватить, несколько хороших перспективных атак соорудил. Наверное, на гол пока не наиграл, но если дело продолжится так и дальше, то постепенно и по-настоящему стопроцентные шансы могут у синеголубых возникнуть. Но пока неплохой шанс будет у Портера, зарабатывают штрафной номинальные хозяева сегодняшнего противостояния. Точка действительно ударная, до ворот немногим больше метров 15, метров 18, я думаю, по тому, где располагается стеночка из трех футболистов клуба из Зеленограда. Посмотрим за этим стандартом, обычно в таких противостояниях часто они приводят к тому, что игра вскрывается и Портер забивает мощнейший выстрел. Там и серия рикошетов было, и Илья Ульяненков, который известен в мире ЛФЛ за выступление за Санкт-Петербургские коллективы, открывает счет в матче. Гранд Форэд золотой, это не полный список тех команд, за кого он успел поиграть за свою карьеру. Илья Ульяненков открывает счет в этом матче и забивает свой 28-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги Москвы. Один только Цеп от этого Форэда в нынешнем розыгрыше успел настрадаться в первом круге группового этапа. Напомню, что Портер и Цеп в группе С играли вместе, и вдвоем из нее, естественно, по итогам предварительного этапа вышли. В первом матче, который остался за Портером, Илья отличился 5 раз, а его команда выиграла со счетом 6-4. Вот, правда, в ответном противостоянии уже все сложилось с точностью наоборот. Портер вообще умудрился не забить, ну а Цеп отпраздновал крупную победу 4-0. Без проблем должен тут голкипер Цепа мяч забирать, что он и делает. Тяжело там, конечно, было за мяч Форду зацепиться. Впрочем, Ульяненков уже сделал многое по ходу стартовых 15 минут, потому как говорили мы о том, что постепенно преимущество начало переходить к оппоненту пивных, но заработали штрафной в убойной точке желто-черный, и мощнейший выстрел 21-го номера Портера привел к первому забитому голу в сегодняшнем противостоянии. Посмотрим, чем ответит их соперник. Вновь на ударной позиции оказывается Бека Циколия. Высказывает он недовольство в адрес, я так понимаю, своей скамейки, которая, по его мнению, под ногу ему начала подсказывать, что необходимо наносить удар поворотом. Но вообще Бека Циколия производит отличное впечатление. Большой объем работы пока выдает и держит напряжение защиту соперника. Вот сейчас вновь он пробивал поворотом. На этот раз, правда, Михаил Архангельский успел заблокировать удар. Будет угловой с левого фланга. Последует подача или розыгрыш. Портерш Артем Косович навешивает владение Хусаинова. Но здесь защитники Портера внимательно следят за перемещениями оппонентов. Еще одна попытка нагрузить штрафную. На этот раз после аута. Ох, какой момент и обязан. Он обязан был, Артем Косович, сейчас сравнивать счет. Почему-то совершенно один он оказался во вратарской соперника. Потратил несколько мгновений на то, чтобы мяч обработать. Потому как после рикошета он к нему отскочил. Но в итоге все равно бил беспрепятственно. Там уже, конечно, Тимур Кусаинов, как мог, пытался занять наибольшую площадь собственных ворот. И в итоге смутил своего соперника. И 77-й номер строителя отправил мяч мимо створа. Впрочем, не сказать, чтобы забитый гол, который состоялся у нас несколько минут назад, как-то вскрыл игру. Она по-прежнему протекает в том же ключе. Портер такое чувство, что и не особо-то противится тому, что соперник первым номером хочет играть. Здесь в контратаках, в быстрых выпадах можно и шансы себе создать, и штрафные заработать, которые, как мы уже прекрасно понимаем, очень грозное оружие в ногах у Ильи Ульяненкова. Попытка с дальней дистанции. Здесь Кусаинов надежен. Выскакивал на опережение Артем Касовича, но не сумел. Дезориентировать голкипера Ульяненков. Не сумел оставить мяч в игре и раздосадованно так выбил его в заградительную сетку стадиона. И снова с мячом Касовича. Падение. Здесь рефери не реагирует на возможное нарушение правил. Прекрасно он видел развитие этой атаки. Но, по крайней мере, крик, который издал Артем, он как минимум заставляет взволноваться за здоровье Хавбека. Я так понимаю, в область Адамового яблока ему досталось столкновение. И дыхание сбил Артем Касович. Необходима помощь. Думаю, также и несколько минут на то, чтобы акклимация ему потребуется. Ну вот спрашивает тренинский штаб о здоровье своего Хавбека. И вместо Артема им отвечает арбитр Алексей Сергеев, показывая, что даже замена не потребуется 77-му номеру. Ну, сейчас, безусловно, следует духу фэйрплей. Мяч вернется номинальным гостям, и они начнут свою атаку со своей половины поля. Романов. Хорошая передача на Циколию. Пытался там один, сразу двоих оппонентов накрутить Хавбека Циколия. Но в этот раз ему это сделать не удалось. А вот Илья Ульяненков здорово зацепился за мяч в районе центрального круга. Отыгрался в стеночку с Прониковым. Но затем, правда, создать что-то путное из этого эпизода не получилось. Тем не менее, мяч остается у Портера. Из-за боковой возобновят желто-черные контроль над мячом. Но вот только, видимо, в перерыве между этим сезоном и следующим Александру Шихову необходимо потренироваться с правильным вводом мяча. Из-за боковой сейчас он попросту подарил мяч сопернику. Алексей Сергеев внимательно следил за началом этой атаки желто-черных. И мяч сразу же отдал сопернику после ввода из-за боковой. У нас, к слову, замены произошли в ходе последней паузы. Сразу несколько перестановок. Александр Рощин на острие атаки. В частности, у Цепа появился также слева полузащите. Вновь будет действовать Владимир Бруевич, который в стартовом составе начинал эту встречу. Артем Касович достаточно хорошее впечатление по отведенным ему минутам произвел. По крайней мере, именно его фамилию. Даже за вычетом вот этого эпизода с получением травмы я называл едва ли не чаще всех остальных. Еще один штрафной. На этот раз, правда, от левой бровки необходимо будет Ульяненкову крутить мяч в створ. Впрочем, не думаю я, что будет это какая-то проблема для Форварда. В итоге момент он создал для партнеров. Сам пробил мощно, но здесь на помощь галкиперу Цепа пришла подруга Штанга. Ну а затем Владимир Проников добивал уже в пустой створ, но не сумел попасть в него. Не думаю я, что кто-то или что-то уже могли помешать мячу оказаться в сетке. Окажись, у Проникова удар точно. Вот так вот, по большому счету, с мячом больше общаются футболисты из Зеленограда. А голы и еще один опасный момент создали именно футболисты Портера. Левым флангом развивается эта атака. Здесь в подкате Максим Ковальчук надежно действует. А затем еще и правила нарушают гости в атаке. Здорово подставился, да, там, под нарушение правил, вернувшийся в оборону Порников. Теперь, правда, Хусаинову приходится все равно далеко вперед выбивать мяч. Но для Ульяненкова и три соперника абсолютно никакая не проблема. Открылся от одного, оказался в небольшом коридорчике между двумя другими. И в итоге мяч принял. Затем довел, в том числе и свою атаку, до удара по воротам. Еще замены, их действительно будет сегодня очень много. Опять-таки, внушительными ростерами команда приехали на сегодняшние финалы. И Роман Шуленин у Цепа возвращается на поле, свою позицию под нападающим занимает. Но вообще, на самом деле, очень сильно сомневаюсь я, что хотя бы половина из всех заявленных на скамейке запасных футболистов сегодня успеет появиться на газоне. С другой стороны, это финал, и как минимум оба коллектива сегодня рассчитывают пополнить свою коллекцию трофеев. И в этот момент, конечно же, каждый хочет чувствовать себя причастным к этому успеху и создать неповторимый антураж. Едва атака у Цепа не получилась, но в итоге потеря в центре поля, и пришлось отходить в оборону. Но вот, возможно, сейчас получится что-то интересное. Здесь очень жестко в подкате играет защитник Портера, и скидывает он руки, не понимая, за что ему Алексей Сергеев предъявляет желтую карточку. Показывает Максим Ходин, что в мяч он играл. Да, возможно, было сыграно чисто, но тем не менее, достаточно агрессивно для того, чтобы рефери остановил игру и желтую карточку левому защитнику Портера предъявил. Ну а строители, таким образом, за 4 минуты до конца первой половины получают отличную возможность ответить своим стандартам. Все игроки обеих команд, теплевые игроки обеих команд, сейчас на половине поля желто-черных. Скорее всего, здесь, конечно же, последует подача штрафного Хусаинова. Такая мягкая, планирующая, но Максим Ковальчук еще вчера прочитал этот навес и хладнокровно сыграл головой, выбив мяч подальше от собственных ворот. Продолжит Цеп свое наступление. Из аута далеко Дмитрий Романов бросает, но и здесь на опережение уже Максим Ходин играет, и контратаку своей команды начинает, прихватывает Ульяненкова, и в итоге тот не особо этому противится, останавливается, потому что понимает, да, что там ему в одиночку против нескольких соперников, конечно же, будет сложновато. Ну а штрафной, пусть и с такой далекой точки, это опять-таки стандарт. Сегодня он уже один гол забил, во втором эпизоде также дело было близко к взятию ворот, но вот сейчас, наверное, худший из всех трех попыток. Мяч далеко мимоствора прошел, но как минимум право на этот стандарт он, безусловно, заслужит. Штрафной мяч и пробивает по воротам 15-й номер Цепа, попадая в своего партнера. Это Роман Шулинин был, а на пути мяча Максим Шестаков оказался, а здесь фол уже в атаке со стороны Ильи Ульяненкова, который в том числе и несколько претензий арбитру в максимально корректной форме выразил, и поэтому только желтую карточку получает. Но категорично не согласны игроки и представители Портера, что их Форд в этом эпизоде нарушал правила. Романов играет направо, получает по ногам от Ковальчука, но мяч остается у синеголубых. Снова Романов, а вот здесь уже потери и без нарушения правил, но у Ковальчука не получается передача. Здесь Гудаев ставит корпус и заставляет Ульяненкова на себе нарушить правила. Быстро уже разыгрывают синеголубые мяч, понимая, что последняя минута основного времени первого тайма началась Рощина. Скидка, удар с дальней дистанции, но совершенно неподготовленным он получился у подключившегося к атаке Артема Лукьянова. В итоге мяч проходит намного дальше цели. И никаких проблем у Хусаинова в этом эпизоде возникнуть не могло. Ну и замена. Последняя, наверное, в первом тайме. Не спеша Проняков отправляется отдыхать. И вместо него на заключительные мгновения стартовой половины выходит заявленный под 80 номером Дмитрий Морозов. Возможно, еще и во второй половине он начнет с первых минут. Но пока отмечается вот этим положительным действием. Помогает своим партнерам отобрать мяч. Ульянников снова здесь цепляется за мяч. В подкате здорово действует Дмитрий Романов. И в итоге останавливает наступление Портера. Основное время стартовой половины уже истекло. Далеко Ульянников бросает мяч. Здесь скидка последовала. Но некому было там на эту передачу откликиваться. Потому что сам Ульянников-то в итоге и начинал эту атаку из-за боковой. Ну а Хусаинов своим выносом словно намекает арбитеру, что, наверное, пора заканчивать первую половину. И рефери не стал этому противиться. И дает свой свисток, возвещающий об окончании первого тайма. Что ж, дорогие друзья, отдохнем минутку. А затем вернемся на стадион на Флотскую улицу. Ну что ж, подходит к концу перерыв в финальном матче Лиги Москвы, в котором отношения выясняют Портер и Цепт номер 7. Пока, после стартовых 30 минут игры, западный коллектив впереди 1-0. Благодаря единственному голу Ильи Ульяненкова, который Форд забил прямым ударом со штрафного. Резюмируя события первой половины, наверное, стоит отметить, что Цепт, который на протяжении большей части 30 минутки больше владел мячом, но по-настоящему голевых моментов не имел, пропустил после стандартного положения и мог пропустить еще, кажется, второй удар Ульяненкова чуть более удачливым. Тогда мяч после его выстрела угодил в каркас ворот, а добивавшийся нескольких метров Владимир Порников не сумел окончательно подстроиться под отскок. Здесь у нас на Флотской еще и Солнышко из-за облаков вышло, и сейчас, возможно, даже чуть сложнее командам придется выполнять тот или иной объем работы. Первый тайм в целом получился достаточно интересным, но при этом не изобиловал каким-то большим количеством действительно голевых атак. По большому счету, мы говорили о том, что в таких матчах зачастую на первый план выходят стандартные положения, и если Ульяненков сумел реализовать один из них и обеспечить своей команде перевес в один мяч, то у Цепа таких возможностей не имелось. Да, было несколько таких перспективных подходов к чужим воротам, большое количество аутов, но в итоге Тимур Хусаинов в первой половине сумел сохранить свои ворота вне прикосновенности. У нас здесь очередное нарушение правил и желтую карточку рефери предъявляет одному из игроков зеленоградского коллектива. Надо посмотреть повтор, кто же именно в том эпизоде правила нарушал, потому что слишком большое скопление футболистов было возле арбитра. Там по лицу досталось игроку Портера. Вот и первая желтая карточка зеленоградцам в первой половине только игроки Портера удостаивались внимания арбитра своими недисциплинированными или противоречащим правилам игры действиями. Еще один фолл здесь уже Ковальчуку достается, под которого подсели в верховом единоборстве. Это начинавший матч на скамейке запасных Александр Жамир. Ну и опять-таки повторюсь, если вдруг вы не с самого начала следите за ходом этого противостояния, внушительными ростерами сегодня команды приехали на эту встречу, на финальный матч Лиги Москвы. Так что возможности ротировать составы, перетряхивать игроков на поле, поддерживать темп или же даже менять структуру игры у тех и у других хоть отбавляй. Вот Жамир сейчас на 3 атаки действует, а начинавший там матч Бека Циколя опустился на фланг полузащиты. Много фаллов в начале поединка было и достаточно нарушений. И сейчас уже трижды за последнюю минуту-другую футболисты Портера начинают матч с земли. И сейчас рвущийся к чужим воротам Александр Жамир нарушал правила. От глаз главного арбитра встречи Алексея Сергеева не укрывается ничего. А здесь ошибается на выходе Дмитрий Мочевиряне. По крайней мере подсказа его защитники не услышали. И чуть было это к опасному моменту не привело. Ульяненков пока без альтернативен. Он на острие у Портера. Впрочем, и в протоколе у него лишь один сменщик указан. Это Святослав Новик. Ну и действительно готов у Ульяненков. Готов давать нужный объем работы. И поэтому пока каких-то поводов, чтобы его менять, не так-то и много у наставников пивных. Хвальчук здорово здесь. Подобедал неудачную обработку мяча в исполнении Жамира. Затем подставился под фолл. Справа у него не было адресатов для передачи. А поэтому нарушение правил, наверное, не совсем верное решение со стороны игрока зеленоградского коллектива. Ну а теперь Ульяненков вновь попробует пробить с дальней дистанции. Вот здесь, наверное, нужно уступить это право кому-то из партнеров. Потому как, если с 20 метров 21 номер Портера заряжает так, что не успевают ни его партнеры, ни соперники реагировать на эти мощнейшие выстрелы, как из прощи, то с дальней дистанции уже не в первый раз в сегодняшнем матче он запускает снаряд намного выше ворот. Сейчас даже и заградительную сетку стадиона перебил. В итоге даже пришлось запасным мячом продолжить эту встречу. Замена и у Портера отправляется Дмитрий Морозов отдыхать. Говорили мы о том, что на последних мгновениях тайма он появился на поле. А здесь Бека Циколя выбирается на оперативный простор. Но вновь по большому счету Тимур Хусаинову вступать в игру не приходится. Партнеры ложатся под этот выстрел и блокируют его. А теперь ответ Портера Ульяненков здорово в домик пробрасывает мяч Дмитрию Романову. А затем нарушает правила вернувшейся в оборону Владимир Бруевич. И желтую карточку засрыв атаки он получает. Вот уравнялись по предупреждениям соперники. Ульяненков вновь в этом эпизоде все сделал просто здорово. И вновь заработал штрафной сам для себя. Под углом. Но отсюда конечно же можно пробить без шансов для голкипера. Посмотрим удастся ли сделать это Ульяненкову. Удар и гол! Не знаю на кого в итоге запишет рефери это взятие ворот. Потому как там защитник подставлял голову. Чем и дезориентировал своего вратаря. Но я вот повинуясь собственным инстинктам. Все таки скажу что это дубль Ильи Ульяненкова. Который вновь забивает прямым ударом со штрафного. И делает счет 2-0 в сегодняшнем противостоянии. Весомый перевес. Потому как складывается этот поединок. Теперь отыгрывать надо два мяча. При этом еще и достаточно надежно действовать в обороне. Здесь еще и повреждение Бека Циколя получает. Я так понимаю что принял он на себя удар в предыдущем эпизоде. Испытывает болевые ощущения. Или же нет. Там похоже в единоборстве они столкнулись. И в итоге спорным мячом возобновится встреча. Ульяненков показывает что не будет никоим образом претендовать на владение мячом. И спокойно отдал его сопернику. Своей половиной поля. Начинают атаку цеповцы. И здесь Александр Ершов так жестко с мясом у Шестакова мяча выбивает за бокову. Циколя. Разворачивается и вновь бьет. И вновь его удар блокируют защитники. На подборе первым оказывается Денис Гудаев. Играет налево. Романов подключается. Циколя ставит спину. Скидка. Удар. Вот здесь Хусаидов конечно никаких проблем не имеет. Слишком слабым получился этот выстрел. И далеко вперед выбивает мяч в направлении Ульяненкова. Здесь еще вновь не самым лучшим образом играет Мочеверяние. Но опять-таки на подборе никого из футболистов в желто-черном не оказалось. Ершов в подкате. Здесь уже достаточно грубовато пошла игра. Показывает арбитр, что можно продолжать встречу. Такого там досталось конечно изрядно. Но устояло на ногах. И мы конечно же аплодируем действием крайнего хавбека. Укьянов. С дальней дистанции бьет. Рикошет и будет угловой. Будет угловой. И насколько я понимаю желтая карточка. Отложенное предупреждение за агрессивную игру в исполнении Александра Ершова. Но полностью я согласен с решением рефери в этом эпизоде. В том эпизоде Шестакова досталось изрядно. Накаляются постепенно. Но у нас страсть. И если удастся Зеленоградцам один мяч отыграть в ближайшие минуты. То конечно же для интриги, для сторонних зрителей это будет только на руку. Пока же Циколия упирается в мощнейшую стену защиты Портера. Скидывает мяч чуть назад. Титков обыгрывается с ближним. И в итоге до мочеверяния доходит мяч. Который вновь играет не самым лучшим образом. Просто дарит мяч сопернику. Шихов убирает мяч под правую. Пас в центр. Ульяненков не добирается толком до мяча. И в итоге угловой для своей команды зарабатывает. У него успевает выбить снаряд в последний момент. Вот в итоге владея мячом, позиционно атакуя. Футбольный клуб Цепт номер 7 умудрился атаку на свои ворота привести. 2 в 2 она развивалась. И если бы Александр Шихов чуть-чуть не завозился бы с мячом. Вполне возможно и третий гол в сегодняшнем матче. За авторством, например, того же Ульяненкова мы бы с вами увидели. Пока же угловой и пробивает упомянутый несколькими секундами ранее форвард головой с отклонением. Было достаточно опасно, но не точно. Замены. Пытаются зеленоградцы изменить ход матча. И Денис Титков отправляется отдыхать. Вот те футболисты, которые начинают и начинали сегодняшний матч на скамейке запасных у Цепа. Они не так много времени проводят на поле. Скорее, давая возможности передохнуть основным игрокам. Ну, это же не относится за исключением только Артема Косовича. 77 номер прекрасно попал в игру. И в первом тайме был вместе с Циколей одним из самых активных в составе своей команды. Вот сейчас он возвращается на газон. И за боковой быстро бросает мяч на Гудаева. Тут дальше на Лукьянова. Циколия разворачивается. И разворачивает в том числе и атаку на фланг. Но вновь до какого-то полноценного, такого по-настоящему опасного удара. Дело не доходит. Вот сейчас было уже неплохо. Пробивал Денис Гудаев, подключившийся к наступлению. Но вновь защитники Портера действуют максимально надежно вблизи собственных ворот. Блокируют или стараются, по крайней мере, блокировать все удары без исключения. Ну а здесь Романов поверил в себя и пошел в дриблинг на своей половине поля. В итоге мяч потерял. Пришлось жестко встречать подобравшего снаряд Максима Ковальчака. В итоге атака, правда, не получилась. У Портера опасны. Успели вернуться в оборону синие-голубые. И только угловой в итоге в активе у Пивных Александр Шихов будет выполнять подачу с правого фланга. Небольшим числом, к слову, при стандартах атакуют футболисты Портера. В итоге Максим Ковальчук претендовал сейчас на звание одного из красивейших голов сегодняшнего финала. Как точно, как минимум, мог он окончательно похоронить надежды Цепа на этот трофей. Пробивал в лед, но угодил в дальнюю штангу. В итоге счет остается неизменным. 2-0 за четверть часа с небольшим до окончания этой встречи. Понятное дело, ничего еще не потеряно. Два мяча в футболе формата 8 на 8 это, конечно, весомое преимущество, особенно по такой плотной игре. Но, тем не менее, нельзя сказать, что такой перевес не отыгрывается. Тем более, что опыт побед у зеленоградского коллектива над Портером есть. Мы говорили в первой половине о том, что эти команды в нынешнем сезоне на групповой этапе встречались и обменялись победами. А сейчас каркас ворот уже на помощь Тимур Хусаинова, насколько я понимаю, приходит. Из моей комментарической позиции достаточно тяжеловато иной раз наблюдать за развитием атаки на правой половине поля. Ну а продолжая тему личных встреч. На групповой стадии эти команды обменялись победами. 6-4 победил Портер дома, а затем в номинально-гостевом матче зеленоградцы взяли реванш 4-0. Ну а в прошлом сезоне команды не встречались друг с другом. А вот в стартовом розыгрыше Кубка Москвы Цеп прошел в раунде плей-офф сегодняшнего оппонента. В первом матче 3-1 выиграли зеленоградцы, а затем в ответном поединке разошлись не устраивающим миром пивных 3-3. И Ульяненков бежит и убегает от Дмитрия Романова. Тот в итоге фалит. Тот в итоге фалит и получает также желтую карточку. Но успел, да, пробросить Ульяненков мяч мимо своего оппонента. И тот, понимая, чем может быть чревато дальнейшее продолжение атаки в исполнении Портера, в итоге сорвал этот прорыв Ульяненкова. Ну а тот получает возможность сделать хитрик, причем хитрик из прямых ударов со штрафного. Бьет Ульяненков. Это уже больше, наверное, даже на такую подачу было похоже. Понятное дело, что в любом случае направлял мяч в створ Форд Портера, но там в районе дальней штанги обедал Максим Ковальчук. И совсем чуть-чуть ему не хватило, чтобы до этого наброса добраться. Романов подключает Шулинина. Дальше направлено Лукьянова. Цепп уже буквально всем составом стремится идти в атаку. Вот сейчас по эпизоду номинально опорный полузащитник Денис Гудаев единственным остался на своей половине до розыгрыша этого стандарта. Понятное дело, что обладающий хорошими антропометрическими данными Гудаев пойдет вперед. Вот он сейчас на подборе первым оказывается. Удар прямо по центру он приходится. Хусаинов надежен. Ну а затем еще и фолл в атаке. Вновь фиксирует рефери. И опытнейший Максим Ковальчук проткнув мяч и выбив его за боковую линию. Затем наткнулся на ногу неосмотрительно оставленную соперником и заработал для своей команды владение мячом. Хусаинов далеко вперед выбивает мяч. Здесь Ульяненков в очередной раз зацепился за этот сложный вынос. Пытается там заработать угловой или аут. Не получается ни того, ни другого. Но достаточно быстро, оперативно себе пивные возвращают мяч. Правда, немножко стушевался один из защитников желто-черных. Это, по-моему, Михаил Архангельский был. В итоге выбил 14 номер мяч за боковую. Но вот сейчас он не пустит ни в коем случае Александра Рощина к мячу. Кто-то и не особо, словно, пытался оказывать давление на центрального защитника. Продолжаются замены в составе и одной, и другой команды. Вот Александр Рощин, как вы уже, наверное, поняли, вернулся на газон у Цепа. А у портера Александр Бачков под 90 номером появился на поле. Который на севере многим известен, безусловно, по играм за Легиона. Но вот сейчас защищает он желто-черные цвета. В свой эншпиль переходит игра. И 10 минут всего остается до завершения этого поединка. 2-0. Впереди представитель западного округа. Вот сейчас Бека Циколия на ударной позиции оказывается. И нужно было, безусловно, забивать в этом эпизоде. И хороший момент, едва ли не лучший в сегодняшнем матче у Зеленограда. Вновь на острие оказывается 10-й номер синеголубых. Он много сегодня работал, много создавал себе моменты сам. Но пока отличиться в этом противостоянии ему не удается. Вот, правда, Тимур Хусаинов неудачно ввел мяч в игру посредством удара от ворот. Мяч возвращается к синеголубым. Циколия здесь проигрывает единоборство. Ульяненков сохранит контроль над мячом. Ставит корпус. Как бы предлагая своему оппоненту, Роману Шулинину, нарушать на нем правила. Но тот осмотрительно в стык не идет. А затем еще и мяч отбирает. Рощин. Отличная передача на ход Беке Циколии. 1-1. Удар. 2-1. Становится счет за 8 минут до конца. Беке Циколия. Прекрасно. Здесь все сделало. Ну а мы отмечаем, безусловно, и всю комбинацию. Не только завершающую ее стадию. Передача Рощина и отбор Шулинина, которого буквально как мог провоцировал на фолл Илья Ульяненков. Все они стали безусловными соавторами этого взятия ворот. Ну и интрига у нас с новой силой разгорается. Один мяч это минимальное преимущество. Уж простите, не такую абсолютно понятную всем истину. Его можно забить с помощью любого рикошета. Можно и стандарта дождаться. А можно и сейчас на волне успеха пойти вперед. Рощин катит мяч налево. Гудаев входит в штрафную. Падение это пенальти, насколько я понимаю. Желтая карточка. Защитнику Портера. Указывает рефери на 10-метровую отметку. А это еще и второе предупреждение, насколько я понимаю, Александру Ершову. Он одну получил на 40-й минуте. Помните, когда очень агрессивно пошел в подкат в центре поля. В непонятно кому нужной ситуации против Максима Шостакова. Ну и сейчас у Беки Циколи есть отличная возможность сравнять счет в матче. И заключительную 10-минутку они будут играть в большинстве, но промахиваются мимо створа форвард Цепа. Тем не менее, тем не менее, еще есть время, чтобы спасти эту игру. Потому как не успеет попросту восьмой игрок у Портера вернуться на газон до истечения времени этого матча. Гудаев играет направо. Нужно сейчас, конечно же, численное большинство реализовывать и комбинации так или иначе разыгрывать. Ну вот мне мой коллега Александр Седов, если он, конечно, не будет против, говорит, что у Цепа есть очень хорошие шансы сейчас в оставшиеся мгновения спасти эту встречу. По крайней мере, все для этого команды. Есть! Мощнейший дальний выстрел Дмитрия Романова. И голкипер, похоже, сам не понимает, каким образом мяч там в последний момент траекторию начал менять. В итоге угловой подача выходит из ворот Хусаинов и забирает мяч в свои руки, позволяя расставиться партнером. По местам. Но сейчас по-хорошему Портеру не нужно садиться в оборону. Но необходимо наладить контроль над мячом. Возможно, нагрузить еще больше Илью Ульяненкова. Тот хорошо цепляется за длинные передачи. Так что никаких проблем с этим у Форрада возникнуть не должно. Ну и по максимуму, конечно же, использовать имеющиеся в ресурсе легитимные способы затягивания времени. Ну вот сейчас хороший момент может возникнуть у Шостакова. Упустил он же момент для удара. Тем не менее, бьет и попадает в штангу. Не успел я там разглядеть, был ли какой-то рикошет или нет. В итоге удар от ворот. Не было никакого рикошета. Такой удар просто получился с отскоком от газона. И можно было предположить, что кто-то из защитников или же голкипер в последний момент сумел дотянуться. Но нет. Велико вперед бьет Хусаинов. Здесь Романов вновь выигрывает верховое единоборство у Ульяненкова. Романов приободрился. И несколько важных единоборств в последние мгновения выиграл. В атаке Цеппо. Но совсем уж какую-то непонятную передачу выполнил Николай Соколовский. Ну да, это скорее был удар с дальней дистанции. Но подсказывают ему партнеры, что не нужно контроль мяча в подобные неопасные выстрелы конвертировать. Нужно подержать мяч, создать в итоге себе момент. А это уже атака Портера. И Ульяненков выполняет скидку на Владимира Парникова. Тот пробил в лед. В створ не попал. Но это и не так важно сейчас. Нужно опять возвращаться в оборону. Три минуты до окончания основного времени этого противостояния. Лукьянов. Неточная передача. Мяч, правда, остается у Зеленоградцев. Романов. Удар. И Максим Ковальчук на собственном примере показывает, как нужно сражаться его команде в оставшиеся мгновения. В прыжке головой прерывают этот навес капитана соперника. Ну и замены у Портера. Илья Ульяненков отправляется на скамейку таким легким прогулочным бегом. Ну, не исключаю, что еще успеет вернуться 21 номер на газон. Возможно, поменяя даже вышедшего в этой паузе Дмитрия Морозова. Лукьянов. Здесь фолл. Нарушает правила Максим Ковальчук. Не согласен он с решением рефери. Но здесь, наверное, лучше лишний раз не спорить. Занять оборонительную позицию. Ну что, возможно, кульминационный момент. Бека Циколия подходит к мячу, стремясь исправиться за промах с 10-метровой отметки. Будет сам выполнять удар. Нет. Разыгрывает мяч Зеленоградцы. Достаточно неплохо по геометрии это все выглядело. А теперь нужно бежать обратно. И что? Останавливает игру Алексей Сергеев. Здесь очень болезненное ощущение Максим Ковальчук испытывает. Предполагаю, что, возможно, какая-то старая травма его беспокоит. Держится за колено. Продолжать игру он точно не может. Он сам-то подняться с газона не в силах. Пожелаем, безусловно, здоровья капитану Портера. Ну и это время, безусловно, Алексей Сергеев компенсирует командам. Этот орбитр как раз-таки славится тем, что в случае необходимости готов он всегда. И две, и три, и даже четыре минуты добавить. Лукьянов направо. Штрафной уже мяч. Прострел, удар! И не добирается на дальней штанге до этой прострельной передачи. Максим Шостаков. Совершенно одного его оставили без присмотра. Пивные. Пивные. Но совсем чуть-чуть не хватило времени. Может быть, даже одного шага седьмому номеру, чтобы спасти свою команду от поражения. Фол. Все на глазах у главного арбитра встречи происходило. Поэтому необходимо возвращаться назад Дмитрию Морозову. Лукьянов идет вперед. И Морозов фалит во второй раз. Можно, наверное, еще раз и тоже желтой карточке удостоиться. Почему нет? Отметится в финальном матче горчичникам. Тоже неплохо. Ну, а этот стандарт, возможно, последний, да, в сегодняшнем противостоянии. Компенсированное арбитром время уже начало свой отчет. Роман Шуленин выполняет подачу. Ну, как-то совсем безалаберно получилось. Тем не менее, мяч остается у синий-голубых. Шуленин налево катит. Романов чуть назад на Гудаева. Заброс штрафную. Шестаков падение. Но это уже он сам падает. Никто и не претендует на назначение второго десятиметрового в этом матче. Продолжается навал синий-голубых. И все-таки потеря. Все-таки потеря. Неточная передача в исполнении Дмитрия Романова. Теперь-то никуда абсолютно спешить Тимур Хусаинов не будет. Арбитр уже требует поторапливаться. Галкипера Пивных. Он, естественно, в направлении Ильи Ульяненкова отправляет длинную передачу. Хорошая комбинация. Бьет Дмитрий Морозов. Но его удар после паса Владимира Парникова блокирует защитники. Но это пауза, которая абсолютно точно на руку желто-черным. Мяч остается у них. Они продолжают убивать считанные мгновения до конца встречи. И все. Заканчивает Портер этот матч в атаке и становится чемпионом Лиги Москвы сезона 18-19. Сейчас предполагаю, что по аналогии с Кубком Москвы также состоится церемония награждения. Портер в целом, наверное, заслуженно побеждает в сегодняшнем финале. Хотя это ровно тот случай, когда одни были достойны победить, а другие не заслуживали поражения. Обе команды показали зрелый футбол. Они понимали, какова цена ошибки может быть в этом противостоянии. Поэтому, возможно, каких-то бешеных ритмов и безбашенных атак на встречных курсах мы с вами не видели. Но на качество футбола это в любом случае не повлияло никоим образом. Портер выигрывает свой второй еврокубковый трофей в своей истории. Напомним, что в прошлом сезоне команда с запада стала обладателем Кубка Москвы. Ну а в этом году с первой попытки им покорилась и лига. Что ж, если мне не изменяет моя память, то это означает, что в следующем году мы этот коллектив увидим в Кубке ЛФЛ. Регламент предусматривает подобную возможность. Ну а теперь все, внимание, церемонии награждения. Организационные моменты. И команда сейчас, безусловно, построится для получения наград. Конечно, Цепп рассчитывал. Сегодня уехать с плоской улицы с золотыми медалями. Но в итоге будет вынужден удовольствоваться лишь серебряными. Ну а Портер. Портер главный триумфатор этого турнира. Команда, к слову, и на групповом этапе опередила своего сегодняшнего оппонента на один набранный балл, набрав больше. Хотя по личным встречам проводить эти игры на выбывание Портер сошел бы с дистанции. Попробуем угадать. Хотя думаю, что тут двух мнений быть не может. Кто же станет MVP этой встречи и турнира целиком. Илья Ульяненков не только сегодня своим дублем принес команде данный трофей. Он и по ходу турнира показывал выдающуюся результативность, остановившись на цифре в 29 забитых мячей в розыгрыше Лиги Москвы. Еще не будем забывать, что 76 голов забил Форвард в внутреннем чемпионате. Ну а в составе ЦЭПа индивидуальную награду получает Денис Гудаев. Памятный приз, наверное, о не самом счастливом моменте в карьере. Тем не менее, это все равно признание, безусловно. И получает заслуженную награду. Ну и, конечно же, да, заслуженный трофей для Ильи Ульяненкова, у которого даже в нынешнем сезоне, безусловно, главные матчи еще впереди. Напомним, что Портер пробился в стыковые игры за право в следующем сезоне выступать в западной премьер-лиге. Ну а ЦЭП, судя по всему, даже и не хочет проходить вот эту вот церемонию награждения. Дмитрий Романов один за всех забрал причитающиеся его команде медали. И сейчас раздаст он их партнерам. Ну а Портер, конечно же, каждый подойдет за заслуженным. Поздравление мои за заслуженной золотой медалью и даже получивший повреждение Максим Ковальчук, конечно же, отправится за трофеем, чтобы поднять его над головой и оказаться в объятиях своих партнеров. Продолжение следует... Пиршество сегодняшнего дня. Финал Лиги Чемпионов здесь на Флотской. 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 Финал Лиги Чемпионов здесь на Флотской.